ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Пацаны! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! И всем привет! Меня зовут Влад А4, со мной Глент. Кобяков. Ну я, кстати, у меня тоже такая есть. Я, Влад А4. И сегодня мы проведем один день в настоящей пожарной части. Мы на себе испытаем, каково это быть пожарным. У нас есть сутки, чтобы всему научиться и максимально все попробовать. Что мы будем делать? Тушить пожары. Мы, ребята, тушить настоящие пожары при помощи всяких шлангов, огнетушителей. Десантироваться из окон. Это что, вот так вот прям по веревке? Я не знаю, что это будет, но что-то типа того. И попробуем настоящую дымовую комнату, в которой учатся пожарные ориентироваться в сложных дымных ситуациях. И, конечно же, подписчики, вы узнаете, что эта профессия на самом деле очень трудная и очень важная. Ну что, пацаны, погнали снимать этот видос. Погнали. Пацаны. Что? 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 Есть одна идейка. Какая? Вот смотрите, есть пожарная машина. На дороге ее все пропускают. Да. Ее уважают. Да, да, да. И если она что-то говорит, ее обязательно слушают. Естественно. Может быть, хотя бы это поможет? Чему? Пойдемте, я покажу. Смотрите. Внимание! Кто не подписан на канал, нажмите на красную кнопку подписаться. Она находится снизу этого ролика. Вы просто посмотрите, как мы запарились. Ребята, это сказал вам не я, не Кобяков, не Глент. Вам это сказала пожарная машина. Вы просто обязаны ее послушать. Ну что, все, нас уже ждет начальник. Пошли работать. Добрый день, товарищи новобранцы. Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Старший лейтенант. Значит, спасателями решили стать? Да. За один день? Конечно. Вообще-то у нас этому три месяца обучаются. Так что будьте готовы сегодня плакать, умирать, проситься к мамочке. Но я из вас сделаю настоящих героев. Понятно? Да. Товарищ старший лейтенант, а мы с какого этажа прыгать будем? А мы настоящий пожар будем тушить. А мы будем... Отставить разговорчики в строю. Для начала вам нужно научиться одевать боевую одежду. Я ее спрятал в гараже, и у вас ровно одна минута, чтобы ее найти. Время пошло. Ребята, тут такие тачки большистые. Ребята, какая тут красота. Смотрите, какая тачка. Мерседес, никакие гелики не нужны, посмотрите. Какие-то трубы огромные. Можно залезть, я вообще не представляю, зачем они, но они тут есть. Смотрите, что нашел. Вау, это настоящие шланги. Ого, капец, сколько шлангов. Пацаны, нашли форму? Нет, не можем найти форму. Ну так себе мы пожарни. Нету. Честно, ребята, вам по секрету скажу. Тут, короче, бывает, вот куда-нибудь что-нибудь откроешь, зайдешь, и везде пахнет огнем. Странное чувство, но так пахнет, это работа. О, да и тут нету. Пацаны, я свою нашел. В этих машинах так много отсеков. Ребят, я думаю, что нужно уроков 10, чтобы запомнить, где что лежит в этой машине. Здесь очень много всего. Бинго! Итак, наши шлемы со звездочкой. Вот она, вот звездочка, вот моя форма. Блин, я думал, она где-нибудь будет в более простом месте. Так, все, это надо как-то забрать. Ты же поможешь мне? На, держи. Держи. Это тяжелая. Спасибо, что со мной, я бы не справился. Ну что, нормативчик ты не сдал. Вы хотите сказать, вы успели за минуту? Я первый нашел, сразу принес. Я не верю, что ты справился за минуту. Ну что, товарищи новобранцы, первое задание провалено. Я вам давал минуту, вы справились всего лишь за 7. Это все из-за тебя, реально. Из-за тебя, пацаны, ну меня наверх засунули, это думать легко. Итак, задание номер два. Вам теперь необходимо надеть боевую одежду. Как думаете, за сколько профессионалы одевают? Две минуты. Две минуты. Минута. Правильно, 15 секунд. Но, вы новички, я вам облегчу задачу, дам вам 30 секунд. Готовы? Уже? Да, все. По моей команде. На старт, внимание, марш! Блин, я уже запутался. Получается. Пацаны, идет хорошо. Откуда тут шлейки? Пацаны! Карабин застегнут. Помогите, спасите, пожалуйста. Осталось 6 секунд. Как шлейки? Люди просят помощи. Все, я... Время вышло. Начальник, накинь. Штрафное время пошло. Все, пацаны. Все, все. Все, Кобяков. Я запутался в шлейк. Ну, понятно. А люди ждут. Да? Просят, говорят, Кобяков, пожалуйста, у нас дом горит быстрее. А ты что? Уже машину завели, все. Кобяков! Мигалки мигают. Мы тебя ждем. Ты на фотосессию приехал или пожар тушить, объясни мне? Ты можешь что-то побыстрее? Ну что, хочу сказать, ребята, что довольно-таки некомфортно. Мне кажется, что в этой форме я даже холодильник не смогу открыть, а тут надо пожар тушить. Возможно, со временем привыкнешь. А меня прикалывает этот карабин. Я прям представляю, знаешь, как в спасателях. Так цепляешься, отпрыгиваешь, летишь. Такой вообще... А еще посмотрите, сзади знаете, что есть? Это топор. Топорик, вдруг сучки какие-нибудь. Блин, пацаны, а мне кажется, моя форма мне не по размеру. Такое может быть? Кобяков, когда пожарный получает свою форму, перед ним стоит выбор. Либо поправиться, либо похудеть. Куда ж уж больше поправляться. Итак, боевочки вы надели. Выдвигаемся на следующий этап. Итак, товарищи новобранцы, запомните еще одно правило. Пожар нужно тушить до того, как сфоткаетесь напротив горящего здания. Понял, Кобяков, да? Ты уже два раза так делал. Чтобы приблизиться к тому, чтобы стать пожарным, вам необходимо овладеть пожарным стволом. Сейчас мы встанем в ограниченную зону. Я буду вам потихоньку добавлять давление в линию. Но ваша задача не выйти за пределы конуса. Понятно всем? Да! Кто первый? Кобяков. Кобяков, держи ствол. Держи крепко. Давай, держи, держи, держи. Подойди ближе еще. Ну как? Нормально? Нормально. Ты на космонавта похож. Добавляйте! Все! У меня на одну секунду показалось, что я просто взлетать начал от земли. Сколько было атмосфер? Итак, 4 атмосферы у Кобякова. Давай ты следующий. Давайте, я готов, в принципе. О, обалдеть! Я летаю, пацаны! О, я как железный человек, только у меня места огня, вода. Блин! Вообще. Я вас с вами помню. Нет. Жесть, ребята, это очень круто. Это было 5 атмосфер. 5? Да. Нормально. Я попробую потянуть 6. Я буду стараться. Одна секундочка не очень нужной информации. Эта штука называется забрало. Поехали! Ну как, Владос? Я держусь. Так, держу, держу, держу. О, поперло! Пацаны, ну это должно человек 5 держать, наверное, этот шланг. Ну, короче, чувство такое, что выдержать нереально. Просто тебя тянет, и все. Но было очень весело. Боже, сколько? 7. Нет, на 7 я вылетел. А сколько я держал? Ну, 6. А, ну, короче, на 7 вышел, но 6 продержал. Ну что, бумага, молодец, порадовал. 6 атмосфер выдержал. Спасибо. Итак, ребята, ну продолжайте стренировать дальше, а я пойду для вас готовить следующий этап. Так точно? И что нам делать? У нас же есть шланг. А давайте мы попробуем втроем удержать шланг, и посмотрим, как много атмосфер мы сможем выдержать. Давайте дойдем до 8 хотя бы. Окей, погнали. Давай, готов? Держите. Так, сколько там? О, тянет! Давай, давай, держу! Держим, 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 пацаны! Так, теперь интересно, сколько это было? 9. Короче, ребята, на 9 нас просто понесло, но 8 атмосфер, как и хотели, мы выдержали. Красачки! Ну что, пора уже идти к начальнику и смотреть, что он нам там приготовил. Погнали! Так, бойцы, перед вами ответственная миссия. Вам сейчас необходимо зайти в дымокамеру, найти жизненно важный объект, от него зависят миллионы людей. Вау! Ну что, ребята, сделаем это. Ну что, пацаны, отправляемся на суперважную миссию и найдем то, что там спрятано. Погнали! Погнали! О, пацаны, заходим! Погнали, погнали! Здесь очень много дыма, пробираемся, идем, идем! Так, шины! Проходим через них, через них! Окей! Проланим через шины! Опа! Готово, пацаны, баллон! У вас сзади баллон! Давай, давай, проходи! Опа, первый пошел! Второй, ниже, ниже, баллон, давай! Опа, пошел, пошел! Кобяков, пошел! А что мы ищем? Мы ищем очень важную вещь! От этой вещи зависят жизни миллионов! Смотрите по сторонам! Тут нету! Нету, нету, нету! Узкое пространство, проходи! О, я вижу! Кто-то лежит! Отказывай, отказывай! Ребята, я, кажется, знаю, что это! Что? Это же кнопка подписаться! Мне кажется, на нее никто давно не нажимал! Ребята, если вам нравится это видео, вот прямо сейчас, если ты не подписан, нажимай на нее! Ну что, пацаны, ее нужно спасти! Возвращайте обратно! Кобяков, пошел, пошел! Кобяков, давай! Глент! Яр! Держи кнопку! Давай! Пошли, пошли! Все, выходим, пацаны! Давайте мне! Держи, Глент! Пошел, пошел! Есть! Мы ее спасли! Ура! Ей нужна первая медицинская помощь! Давай, Глентик! Малышка! Папа рядом! Все, подышала, подышала! Мы ее спасли! Было ощущение, будто я в сериале Чернобыль! Все в дыму, я просто переживаю за пацанов и в то же время переживаю за кнопку, но в итоге мы справились, это самое главное! Это очень интересная и очень непростая работа! Но это еще не все, поэтому двигаемся дальше! Итак, парни, доме номер пять, квартира восемьдесят, девятый этаж, пожар! Что делаем? Звоним в 112! Сынок, ты и есть в 112! Вызываем дождь! Еще варианты? Мы берем лестницу и поднимаемся наверх! Правильно, бумага! Ну что ж, а сейчас мы проверим, кто же поднимется быстрее, наш спасатель, либо вы! Парни, так как вы новички, вы будете подниматься в первое окно, ну а за это время посмотрим, где окажется наш спасатель! Круто! Начинаем? Готов? Давай, Кобяков! Готовы? Ты первая, ты главное не задерживайся! Можешь тебе подрульник сразу дать? Внимание, марш! Побежали, пацаны, 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 пацаны! Давай, давай, давай! Давай, Кобяков! Следующий пошел! Давай! Давай, давай, давай! Залезу, залезу, залезу! Макс, добавляй! Ну, ну, ну! А как залезть теперь мне, пацаны? Меня оставили! Давай! Толги, Глентик! Все, пацан приплыл! Лежись, не отпускай лестницу. Короче, когда я смотрел, как лезет Глент, профессионала уже как бы не было наверху. Не, ребята, я вам помогал начать залазить, а я-то сам очень сложно было. В форме делать это очень тяжело, ребята, она такая массивная. Прикольная! Мне кажется, наверное, страшная. Ну что, парни, нравится? Да! Как думаете, сколько на метр? 24! Ну, а проверить хотите? Да! Не, я точно нет. Ну, Кобяков, я в тебе не сомневался. Давайте, парни, сейчас покатаемся. Можно? Офигеть! Полетели! Ну, а мы вас поднимем на максимальную высоту и посмотрим, сможете угадать, сколько там метров или нет. Окей! Идите, я посмотрю отсюда. Го! Знаете, в чем прикол, ребята? В том, что мы не знаем, на какую максимальную высоту может подняться этот кран. Ребята, а вы боитесь? Врете, врете. Начальник страхует. Я уверен, боится, все боятся. Ну и я вот, например, уже боюсь. Вон, смотрите, маленький Кобяков. Смотрите, культик. Блок управления. Все, поехали домой. Спасибо. Ну, очень высоко, ребята. Ой, все, мне страшно. У меня прям коленки поджимаются. Спокойно. Смотри, если ты сейчас, ну, вы слышите, я никому не расскажу, честно. Потому что я сделал точно так же. Я сейчас из-за того, что пикет наложил, нормально. Ого, сколько автобусов. Ого, сколько автобусов. Ой, все, ребят, мы едем вверх. Мы выше домов. Все, ребят, мы выше домов. Все, мы выше домов. Мы выше домов. А это еще не все, да? Подождите, стоп, мы же говорили, что здесь метров двадцать. Ребята, здесь уже больше, чем метров двадцать, это тысяча процентов. И при такой высоте можно даже тушить пожар. Да, здесь можно подавать отсюда воду, спасать людей с вышележащими здания. Можно подойти к окну, открыться, этот человек перейдет сюда. Ребята, и мы все еще поднимаемся. Блин, это всего лишь машина, ребята, одна. Кобяков вообще балыш. Сейчас мы находимся на высоте пятьдесят метров. Посмотрите, как мы высоко. Нету ни одного дома, который был бы выше, чем мы. Смотри, там что-то красиво светится, сзади какое-то здание. Привет! Ну что, мы достаточно посмотрели на вот эту всю красоту. Это очень высоко. И самое интересное, что с этой высоты можно подавать воду и тушить пожар. Вы представьте. Кобяков становится все больше и больше и больше. Пацаны, это супер офигенно, супер красиво, супер круто. Это супер высоко. Очень высоко. Парни, спасатели работают двадцать четыре часа в сутки. И мы сейчас с вами будем тренироваться в полной темноте. Нам немного поможет прожектор. И мы с вами делаем что? Самоспасение. А это как? Да сейчас мы все расскажем. Парни, чрезвычайные ситуации бывают разные. Иногда нужно уметь помочь самому себе. Мы сейчас будем с вами десантироваться из окна на землю. А мы не упадем? Глент, знаешь, что отличает оптимиста от пессимиста? Пессимист собирает миллион лайков, а оптимист полтора. Ребята, полтора миллиона лайков. Кнопочка внизу. Давайте собирать инструктаж будет. Вы прыгаете в окно. Да. Пацаны, представляете, это мой первый раз. Я вообще никогда такого не делал. И я очень боюсь. С третьего этажа буду сам спускаться по веревке. Это просто какая-то жесть. Вы посмотрите, какая высота. Посмотрите. Это как в фильме, знаете, про агента 007. Такой типа... Все, Кобяков, погнал. Удобно говорить, когда ты не первый. Кобяков, давай! Кобяков, не бойся. Первый шаг, он самый сложный. Оп! И все, падай. Давай! Давай! Пошел! Это что за жаба? Пошел! Да посмотрите на него, это вообще за жаба. И оп! Давай, давай! Оп! 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 Я просто в шоке. Я никогда не мог подумать, что я буду заниматься таким. Ладно, переходим к пацанам, погнали. Ну что, моя очередь. Я постараюсь выглядеть серьезно, уверенно. Вы даже не почувствуете, что я это делаю в первый раз. Ну что, после 50-метровой вышки высота... Детская, я бы так сказал. Конечно же хочется, чтобы все выглядело как в фильме. Ребята, внизу пусто. Внизу пусто! Страховка, это прекрасно. Опа! Есть! Ну что, ребят, вы видели, да, что в начале облажался полно, но в конце вроде попрыгал. Ну круто, короче, канал на страховке, чувствуешь себя уверенно. Ребята, на самом деле я всегда кайфовал от большой высоты, мне вообще не страшно. Я даже очень хочу уже начать. Так. Первым делом нужно спускать ноги. Это закон. Как там говорил Гагарин, поехали. А, так вообще не стремно. О! О, пошел! Спецназовец, давай! Давай, 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 давай! Ну что, как? Блин, вообще офигенно! Прям как птица чувствуется. Блин, пацаны, давайте еще раз. Времени не так много. Нам еще много чему нужно научиться. Идем дальше. Товарищи новобранцы, настоящие спасатели должны уметь принимать решения в экстремальных ситуациях. И эта экстремальная ситуация за вами. Батут? Это же куб жизни! Поднимаемся на третий этаж. Для тех, кто не понял, это та штука, когда вот, знаете, уже все, выхода нет. Только через окно. Вот эту штуку надувают, и на нее можно приземляться. Ну что, пацаны, кто первый? Глент. Давай. Также, ребята, хочу вам сказать, что мы это выполняем под присмотром профессионалов. С нами 100% ничего не случится. Вам я не рекомендую даже прыгать с дивана на что-то надувное. Вот. Ну, а теперь начинает Глент. Глентик, держись. Держись, Глент. Ты сможешь. Просто может тебе поможешь. На эту штуку падают из 10 этажа. Так, ну, главное, не бояться. Главное, что? Главное, мы же А4. Три, два, один. Ребята, я когда говорил, что не боюсь высоты, я не врал. Но когда ты видишь большой батут и маленький-маленький центр, куда тебе нужно приземлиться, все. Но полет это было великолепно. Приземление супер мягкое. Я вообще просто как новенький. Короче, это было офигенно. Ну что, привет, дивляне! Давай! Надо быть как супергерой. Молодец! Я не представляю, как можно на это решиться, когда ты на этаже 10, конечно. Вот эта вот секунда свободного полета, это, конечно, что-то. Спорим на поджопник, что он не прыгнет. Ты говоришь, что он не прыгнет. Он не прыгнет 100%. Прыгнет. Спорим. Я говорю, что Кобяков прыгнет, ведь Кобяков в последнее время не пузька. Он просто стоял и такой, я боюсь. Он прыгнет. Давай! Давай! Я знаю, что Кобяков дико сцит, поэтому его нужно поддерживать. Это очень высоко! Эй! Да это вообще полсекунды! Ой, Кобяков! Кобяков, это очень страшно! Эй! Нет, не страшно, Кобяков! Давай! Все, это очень мягко! Это вообще не больно! Прошло уже 3 минуты! Просто расслабься, выдохни и прыгай! Бензин заканчивается! Вот так вот, вот так вот! Ну, чуть-чуть видели там, руки, да, помогли. Но это для тех, кто трусишка. Да, помогли, но прыжок был. Кобяков, ну ты как? Родил штаны? Родил штаны? Как люди прыгают с десятых этажей? Там выбора уже нет, как бы. У тебя выбор был, но там нет никак. У меня не было выбора, меня подтолкнули! Ну, примерно так и прыгают. Ребята, короче, осталось самое важное и самое интересное. Это тушение пожара! Погнали! Охота и рыбалка, пацаны! Нет, не килоген включаем. Пацаны? Это что? Ну что, бойцы? Это ваш первый вызов. Надеваем боевки и в машину. Полетели! Так, в форму. Пацаны, огонь! Огонь! Горит? Пойдем, пойдем, пойдем. Пошел, 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 пошел! Готовы? Да, пошел! Давай! Поехали! Пацаны, идем, Рижа! Пацаны, дотушим. Все, готово! Смотрим, сборим ущерб. Ребята, здесь человек, его нужно достать. Так, спокойно, отошли, быстро. Дверь заблокирована, Глент, перерезай пруд. Давай, пошел, режь ее, качай, качай, качай. Пацаны, носилки, носилки. Ого, он тяжелый. На носилки, на носилки его. Все, пацаны, берем, взяли. Все, к машине, к машине, ребята. Молодцы, парни, я горжусь вами, вы справились, вы прошли весь курс за один день. Спасибо, начальник. Спасибо. Это было офигенно. И самое главное, вы поняли, что работа спасателя, это очень-очень тяжело. Можете посмотреть на Кобякова, на Глента, и на меня, и вот посмотрите, это было и вправду тяжело. Ребята, надеюсь, вам понравился этот видос, обязательно ставьте лайк, мы это делаем для вас. Пишите в комментарии, понравилось вам или нет. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4, Глент, Кобяков, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok